всем доброе утро работаем точнее уже сейчас домой пойду сегодня так жарко с утра не облачно не туманно в общем уже солнце с утра полет и жарко необычного тут всегда мусор оставляют он не совершенно не нужен вот они оставляют сейчас домой пойду я сегодня дома одна обедаю поэтому у меня там есть и котлеты и окрошкой чего только нету готовить ничего не надо но потом нужно есть съездить меркадону за фруктами чернику арбуза чернику можно и чернику купить арбуз а потом эту как ее зовут черешню черешнику сладкий 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 не своей софи да и такой сладкий вообще пойдем по морока и на на кае хоть он сразу виляет моя рыба все домой пойдем после вкусного обеда пришло время для семечек смотрите я только сейчас по прочитала что это какие-то белые жареные соленые такие сроду не видела в россии по крайней мере мне кажется я догадываюсь что это за семечки давайте посмотрим я вообще семечка man очень люблю семечки поэтому все об этом так смешно прям вообще белый обалдеть это что за сорт такие никогда в жизни не пробовала здесь есть какие-то серые но не такие белые это прям белые белые смотрите обалдеть чё только нету а чё только не придумают семечки белые я попробую вкусные на вкус и вот на ну на свое строение скажем так они похожи на здешние семечки здесь тоже такие длинные длинные и твердые мне больше нравятся черные черные можно так открыть эти а эти надо еще постараться на здешние похоже и вкусом и все интересно здесь как-то не такие они белые как эти ладно будем грызть мне хоть какие вау 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 20 Добавил субтитры DimaTorzok 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 То же самое, что если бабушка, которой 70-80 лет, у нее большой вес, большой живот, и она оденет шорты, подсамы не хочу, оденет короткую майку и пойдет по улице. Ей по барабану, но ведь, говорю, некрасиво, некрасиво, она призадумалась, клиентка, ну, это правда некрасиво. Я говорю, ну, не потому что это мужское и женское, просто это некрасиво. То же самое мужчины, как оденут, допустим, юбки. Я не знаю, это мужское или женское в Шотландии, то есть уже носят юбки, но это просто некрасиво. И все, а там, говорю, хоть голые ходите по улице, конечно, это никому гряда не приносит, но, тем не менее, мы живем в обществе, и мы задумываемся о том, какие мы бы не были свободными, какие бы... Но, тем не менее, мнение людей как-то на нас влияет. Мне тоже по барабану, что обо мне говорят и как обо мне говорят, но, тем не менее, я как-то постараюсь одеваться прежде всего для себя, но в какой-то степени тоже и для людей, чтобы они на меня смотрели, как говорится, и глаз радовался, да, а не то, что оделась и сказали бы, о, глянь, какая пошла, и что она на себя надела. Я же тоже хочу создать о себе хорошее мнение. В общем, мы с ней спорили, спорили, но все равно каждый остался при своем мнении. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Розовый для девочек, голубой для мальчиков? Или уже неважно, какой цвет носят мальчики и во что одеваются? Не поехала сегодня на пляж, приехала в парк. На пляже очень жарко, и там нет деревьев, и по солнцу ходить. А здесь спросим, такой сквознячок, ветерок, и машину поставила в тенек. Ой, прям заговорила стихами. Странно, здесь у нас фонтаны льют, а что-то их выключили. Саму жару, вот видите, он тоже ищет тенек. Сейчас вон туда, там деревья, там нормально будет. Ой, отработала я. Вечером, конечно, сейчас слабо идут люди, потому что жарко, и все на пляже тусуются. А бабушки, они не выходят вечерами. Им жарко, неплохо себя чувствуют. Чарли даже не хочет из тенька выходить. Видите, там навесы есть. Кстати, знаете, как нужно проверять, может ли собака ходить по асфальту? Я вам сейчас покажу. Например, снимаем ботинок. И если мы можем 10 секунд пристоять вот так, значит и собака может. Ну и вы уже, наверное, заметили, что я могу. А если мы не можем вот так стоять 10 секунд, значит и собака не может. То есть она сожжет свои лапы. Вот так. Видите, какая я умная. Какая я умная. Но умнее моя собака. Скажет, ты дурочка, там делай, что хочешь, а я тут в тенечке постою. Вообще-то из-за тебя приехала. Мне в Меркадону надо ехать. Черешню купить. Если бы, если она там есть. И иностранцы приезжали и не разобрали всю черешню. Но сегодня пятница, поэтому думаю, что есть. Такие вот у нас планы на сегодня. То есть никаких. На работе какой-то комарик был. Он мне все ноги искусал, знаете. Пока стою с феном, я же его отогнать не могу. И он, зараза, меня в пяти местах, наверное, искусал. Маленький такой тварюга. И вот сейчас иду. Вот, смотрите. Комар-то маленький, а укусы совсем нормальные такие. Кстати, мне домой тоже надо купить штуку такую. Видите, здесь вот такие вот навесы. Они дырявые. Вроде бы как ничего не делают. Но смотрите, от них какая тень. И вот так и по всему этому. А там вообще в парке деревья начинаются. Поэтому я когда первый раз увидела, думаю, что за фигня дырявая. Зачем ее сюда построили. А так вот, видите, продувает. И тенек есть. В общем, все продумано для людей. Наша прогулка закончилась. Там где-то стреляют. Петарды или еще что. В общем. Ну, чего ты такой за серия, а? Ну, чего ты все боишься? Вот, смотрите. Маму, ну пацанада. Ну, пацанада, маму. Вот так. Вот так и живем. Где арбуза нарезают, видите? Все цивильно, в перчатках. Можете видеть, как их нарезают, взвешивают. Так что, кстати, побыстрее бы она его дала, потому что арбузик мне нужен, видите? Поэтому я не понимаю, почему должно мне быть страшно. Покупая арбуза, я вот пришла за черешней. Пойду черешенку возьму. Она выглядит вот так. 5 евро килограмм. Набирайте ее сами. Кто-то мне звонит. Мужчина позвонил. Завтра подстричь его надо. Ну вот, пойду бы арбузы выбирать. Они как раз уже выложили их. Или дыню купить. Я хочу и то, и другое. Будем выбирать. Ну, цвет прям красивый. Мне очень понравился. В общем, вот мои покупки. Вы все это видели. 31 евро 75 центов. Ай-ай-ай-ай. Так что, сейчас поеду домой, буду кушать. Сделаю себе микс из дыни и арбуза. Кто в Испанию приедет, вот эта вкусняшка очень вкусная. Сальпикон из морепродуктов. Здесь уже, видите, есть заправка. Вкусно. 4,75 стоит. Но это того стоит. В общем, я это хочу. Вкусняшка необыкновенная. Всем советую. Ну, здесь вот рыбка всякая уже готовая продается. Ой, даже с рисом, представляете? Ну, готовить полуфабрикаты, естественно. Ой, со сминогом. А, это пульпой логаэта. Вот он. В общем, вот так вкусняшка. Вот эти тоже вкусненькие. Ну, это типа, знаете... Ну, это типа, знаете... То есть, это не червячки такие. Есть червячки специальные. Это рыбки такие. Ну, это как крабовые палочки готовые. А вот караколи. Вам нравятся? Я вот не могу их есть. Мне они как-то противно. А вы едите такие. Смотрите, они прям их видно. Фу. Хотя, вот это тоже самое противно. Но вот это я обожаю. А вот эти, как их называют, караколи. Улиток не могу есть. Не то, что ненавижу, я их не могу есть. А вот уже для поэй и все готово. Смотрите. Покупаешь, и все уже можно сделать. 7,34. Вот это обожаю. Рыбка, это треска. Дорада. В общем, я рыбу всю обожаю. Вот вам свежая рыба. Делонха. Это наша матрелевская рыба. Видите, сколько много всякой. Смотрите, какой кальмар. Пойдемте посмотрим, сколько стоит. Ого, какой дорогой. Лосось стоит. Челубина такая здоровая. Что-то так подорожало. Раньше 9 евро стоило, сейчас 13 евро стоит. Семга. Офигеть. С недавних пор у нас суши начали продаваться. Там вот суши продаются. В общем, я уже купила все, что мне надо, и поэтому я поехала уже платить, потому что меня ждет Чарли. Что-то мы мясо в последнее время вообще не едим. Странно. Так, народу мало. Хорошо, прохладненько. Так, так. Я иду, смотрю по сторонам и вспоминаю. Знаете, в мозгу прокручиваю, все ли мне надо. Ой, все ли мне надо. Мне так, естественно, все надо, но... Я иду так по телефону, типа разговариваю на телефон, и типа по телефону разговариваю. Никто даже не думает, что я их снимаю. Я такая умная. В общем, иду, смотрю по сторонам и вспоминаю. Это мне не надо, это мне не надо. И бывает такое, что хватаю, что не надо. Я, кстати, взяла альбаака. Это сделать завтра макароны с песто. Альбаака, не помню, как она называется. Так что завтра у меня будет макароны с песто. И вот эти. Вкусняшка. Так как это все быстро готовится. Соус, наверное, сегодня сделаю. Так, помадки. Вот этот цвет красивый. Да, смотрите, как красивый. Надо попробовать. Смотрите, какой цвет красивый. Розовый на лето. Прям вообще зашибись. Взять, что ли? Классные. А вот эти долгоиграющие помады. И они и правда долгоиграющие. Слушайте, я возьму. Мне очень понравилось. 4,50. Мне кажется, это недорого. Мне понравятся такие помадки, знаете. Я только... И вот сейчас на губах, кстати. У меня тоже меркодоновская помада. Та-дам. Вот видите, надо идти платить срочно. Срочно. Вот туда и пойду. Там никого нету. Блин, вытереть забыла. Все. Разгружаемся. Вот такой у меня ужин. Скорее полуужин. Потом черешинку помою. И сделаю этот соус. Сделала соус. Обалденно вкусный. Завтра-то на вкусняшка будет. Заварила себе чай. Чтобы для сна поспать. И пойду сейчас умываться. И отдыхать. Точнее, душ приму. Жарко. Душ нужно ходить каждый божий день. По нескольку раз. Чтобы смывать с себя все это. Вот. А с вами буду прощаться до завтра. 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 Увидим, что у нас завтра. Кстати, у нас новоходное. И кое-что намечается. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Обычный набор блогеров. Всем пока-пока. И до завтра.